Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Андреев, Пётр Харитонович Прислал Михаил Андреев Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Опубликовано 31 мая 2011 года Часть пятнадцатая Нордхаузен Прошла неделя и снова капитан стоял перед моим столом и снова та же команда Только теперь капитан Попов приказывает мне передать мои дела Пису Риванову И сообщает, что я откомандирован в СВА, Советскую военную администрацию Федько забирает мои аттестаты и направления Садимся в машину и через час-полтора без приключений в пути мы уже сидели в квартире Федько в Нордхаузене Стали собираться офицеры, сослуживцы Федько На столе появились бутылки ликеров, колбасы, сыры и паштеты Идёт пир, пьём за знакомство Вдруг звонок Открываем дверь и в комнату входит помощник начальника штаба полка капитан Попов И адъютант командира полка полковника Авролёва, старшина Митягов Федько приглашает гостей за стол, но Попов ставит условие Давайте договоримся Вы отдаёте Андреева и тогда можете пить хоть до утра А получив отказ, продолжает, что полковник Авролёв заявил, что если Андреева, то бишь меня не отдадут, то он пришлёт взвод автоматчиков и меня заберут силой Федько звонит коменданту города полковнику Кравченко Тот просит передать трубку Попову и объясняет тому, что взводом он ничего не возьмёт, поскольку в комендатуре есть рот автоматчиков После этого выяснилось, как Федько удалось получить документы о моём откомандировании Когда все уже были в изрядном подпитии, капитан Попов спросил Федько Как тебе удалось обвести нас, в том числе такого зубра, как начальник штаба полка подполковник Яковлев На что Федько ответил С незапамятных времён существует правило Если б тебе надо провернуть какое-нибудь дело, не иди к большому начальнику, а иди к самому последнему клерку Первый раз я отступил от этого правила и потерпел неудачу В штабе корпуса у меня были офицеры, хорошо знакомые ещё по моей службе в штабе армии На них и была сделана ставка Тут сыграла роль цыганская кровь полковника Ха Начальник штаба артиллерии корпуса был чистокровный цыган Коробку ликёров там приняли, а слово старые друзья не сдержали Подарки получили, но Андреева не отдали Больше того, оставили его у себя в штабе корпуса Вспомнив старые правила, я, погрузив в багажник машины, ликёры и разные тряпки, поехал не к полковникам, а к Ольге, полковая жена командира полка Момент был удачный, полковник отсутствовал Договорились быстро Ольга позвонила Яковлеву, и он, недолго поломавшись, дал согласие оформить бумаги За что Яковлев получил хорошую головомойку, дополнил Попов А Воролёв приехал из штаба дивизии минут через 10-15 после вашего отъезда Сразу же позвонил Яковлеву и приказал догнать вас Спрашивается, как он так быстро узнал Тут и гадать не надо, увидел, наверное, подарки, и Ольга ему всё рассказала Попов и Митягов уехали далеко за полночь Утром следующего дня приехал один Митягов Нагрузили полный багажник и салон машин, одежда и штуками разных тканей и распрощались Вскоре дивизия выехала в Россию, и связь у меня с полком прервалась Возникает вопрос, откуда такие возможности на щедрые подарки? Отвечаю В Тюринге, в том числе на территории района Нортхаузен, контролируемого нашей комендатурой Находится много шахт под добычей калийной соли При обследовании одной из них был обнаружен склад одежды и разных тканей Куда и сколько их было вывезено, мне неизвестно Известно только, что в комендатуру была завезена только какая-то часть обнаруженного И то, в эту часть можно было бы одеть несколько сотен человек Во дворе комендатуры, а до нашего прихода там размещался ланстаг района, что-то вроде наших райисполкомов Находилось, да, наверное, и сейчас стоит двухэтажное складское здание Первый этаж его был загружен радиоприемниками разных типов и систем, упакованных в коробки и без упаковки Второй этаж беспорядки был заполнен этой самой одеждой и тканями При расследовании установили, что склад в шахте был организован Какой-то благотворительной организации для помощи нуждающимся Хотя говорили, что это был фонд помощи семьям фашистов Может быть и так, но факт, что кто-то о ком-то заботился Через несколько дней мне были вручены ключи от этого склада И до конца службы пришлось распоряжаться его содержимым То есть выдавать офицерам, уезжавшим в отпуск, все, что им подойдет на подарки на родине И, конечно же, без учета регистрации Условия моей службы и быта круто изменились Поселился я в отдельной комнате четырехкомнатной квартиры Четырехэтажный дом, раньше принадлежавший шефу крупной строительной фирмы Переселившемуся после прихода нашей армии в западную зону Заняла комендатура города под жилье для офицеров Весь первый этаж четырехкомнатная квартира Две комнаты занимал капитан Федько И одну комнату два сержанта Шофера коменданта города и его замполита К моему приезду шоферы были переселены в помещение патрульной роты И освободившуюся комнату отдали мне Одна комната оставалась свободной Свободные комнаты и кухня до моего приезда Были заполнены мебелью и другими вещами бывших хозяев дома Следующий день был у меня свободен от службы Капитан Федько куда-то уезжал и не мог знакомить меня с моими служебными обязанностями Этот день я использовал для наведения порядка в квартире Должен заметить, что квартира мало была похожа на жилую Комната, в которой жили шоферы, была запущена так, что с трудом можно было предположить, что в ней жили люди Полы в коридоре не мылись месяцы А в просторную комнату совмещенного санузла вообще зайти было невозможно, насколько он был загажен Весь день ушел на наведение порядка Вернувшись вечером со службы, капитан квартиру не узнал Кроме чистых полов, пригодных для пользования уборной и ванной Квартира получила дополнительную площадь кухни Кроме того, был заменен сломанный замок И квартира стала запираться Позднее была освобождена и четвертая комната Хозяйские вещи и мебель перенесли в сарай И даже были вымыты и выскоблены полы пятой комнаты, предназначенной для собак Затем в комнаты были приобретены ковры, а в коридор и ванную ковровые дорожки И, как говорил Федько, стало не стыдно пускать в квартиру немцев Для поддержания порядка он стал нанимать немок Уборщицы с комендатуры, а затем договорился с дочерью бывшего хозяина дома Гертрудой И она два раза в неделю приезжала, чтобы делать уборку Дополнение Из воспоминаний о Нортхаузене Германия, 1946 год В то время на оккупированных германских землях Происходило формирование советской военной администрации И я, как уже имеющий некоторый опыт работы, экономистом Получил направление в военную комендатуру города Нортхаузен Только здесь я близко познакомился с немецким населением района Наша комендатура была районная, и ее действия охватывали весь район В городах Элрих и Бляйхероде были дополнительно созданы городские комендатуры, подчиненные нашей В комендатуре работали промышленные, военные, сельскохозяйственные и строевые отделы И целый ряд офицеров, занимавшихся финансами, вопросами образования, контрразведки, хозяйственными делами и прочее Была рота охраны, выполнявшая патрульно-постовую службу Я работал офицером-экономистом в промышленном отделе Занимался изучением возможностей размещения заказов на продукцию для поставки за счет репараций В районе было несколько сот промышленных предприятий От крупных частных и акционерных до карликовых с несколькими рабочими Одних ликероводочных заводов было несколько десятков Наши правила не разрешали военнослужащим вступать в контакты с местным населением Но работа в промышленном отделе была немыслима без общения с людьми Мы ездили на промышленные предприятия города и района Директора и владельцы заводов бывали рады нас принять Дело в том, что когда производился демонтаж многих предприятий, принадлежавших военным преступникам или военно-промышленным компаниям И если мы давали заключение, что предприятие может выпускать репарационную продукцию То завод не подлежал демонтажу и кроме того получал заказ, а отсюда и наряды на поставку сырья Непосредственно заказами и поставками занимались уже земельные администрации в Эрфурте и в Веймаре У нас было очень много знакомых и даже друзей Очень жаль, что за столько лет забылись их имена Это были не только промышленники, но и рядовые граждане Люди из администрации города и района, служащие полицией, переводчики Многие бывали у нас в гостях, иногда просиживали до утра Приглашали в гости и нас Народ жил небогато, если не сказать бедно Мы, зная это, приносили с собой выпить и закусить Чаще других в нашей компании бывал господин фон Нейхов и шеф криминальной полиции Фамилию его не помню Жили офицеры по левой, если смотреть от вокзала стороне, Галле Штрассе В доме, если мне не изменяет память, бывшего шефа строительной фирмы господина Шмидта Его дочь с мужем были переселены в другую квартиру, расположенную где-то в районе парка Но она ежедневно бывала у нас Помогала нам вести хозяйство и присматривала за домом Комендант военной комендатуры, полковник Кравченко и его заместитель по политчасти Занимали отдельные коттеджи за комендатурой по правой стороне улицы в сторону парка Некоторые офицеры жили в частных домах, занимая комнаты в квартирах Но ни у одного дома не выставлялись часовые Большая часть города лежала в развалинах, но люди уже наводили порядок Улицы освобождались от кирпичного щебня И среди развалин даже уже работала кабаре Куда мы иногда, несмотря на строжайшие запреты, заглядывали А в районах, где дома сохранились, был уже наведен идеальный порядок Нас всегда поражала лояльность населения к нам, оккупантам За все время в моей службе в Нордхаузене Я знаю лишь один случай нелояльности со стороны немцев Наш старший лейтенант, начальник финансового отдела комендатуры, проголосовал в районе парка перед идущей машиной Машина остановилась Из машины вышел владелец, ударил лейтенанта в лицо так, что тот оказался в канаве и уехал Потом доложил о происшествии коменданту, исказив при этом факт случившегося За это, без проверки, старший лейтенант был отправлен для продолжения службы на Курильские острова А ехал в машине, оказывается, секретарь компартии района И это был единственный такой случай Мы настолько уверились в порядочности немцев, что перестали носить с собой личное оружие Я помню, ездил в другой район Выехали в два часа ночи вдвоем я и шофер, немец Он сам себя называл Рыжий, и мы его так звали Дорога в основном проходила по лесам И только приехав на место, я вспомнил, что не взял оружие А как-то мой сослуживец вернулся ночью из отдаленной деревни на попутной машине Его машина заглохла, и он оставил ее на дороге в лесу Мы с Рыжим поехали, чтобы притащить ее на буксире Двенадцать часов ночи из лесу прямо перед нашей машиной вышел человек с поднятой рукой Мы остановились Это был наш солдат Он подстрелил козу и останавливал машины, чтобы вернуться в часть Бывало, что наши офицеры, сильно подвыпив, ночевали в парке И у них даже пистолет оставались при себе В городе был комендантский час Наряды роты охраны патрулировали улицы Опоздавших домой граждан Наряды должны были задерживать и конвоировать в комендатуру Но обычно никто этого не делал Просто просили поторопливаться Так поступали нормальные люди Но был вроде один ненормальный Каратыш-карахитик, который при каждом своем патрулировании приводил в комендатуру всех зазевавшихся Иногда до ста человек И все безропотно шли На встречу выходил дежурный офицер и всех отпускал по домам Потом этого каратышку как-то утром нашли на глухой улице застреленным из его же карабина Застрелили его не немцы, а русские солдаты из дивизии, расквартированные на аэродроме, бегавшие в самоволку или, может быть, дезертиры, пробиравшиеся в западную зону Германии Были и такие Раздвинул на окне решетку и исчез Поиски оказались тщетными В городе была еще одна группа военнослужащих из Министерства внутренних дел Командовал группой полковник С нами они никаких контактов не имели И чем они занимались, мы не знали Наша комендатура была ориентирована на защиту местного населения, в частности от мародеров Помню, ночью в дежурную часть позвонили и сообщили, что в одной из деревень заметили русского солдата на велосипеде Мы немедленно выехали по адресу У дежурного коменданта всегда были на готове две-три машины с шоферами-немцами На загородной дороге в свете фар мы увидели встречного велосипедиста Остановились, но велосипедист скрылся, бросив велосипед в канаве На сиденье была привязана банка с вареньем В деревне нам сообщили, что грабитель кроме этой банки варенья ничего не взял Работая в Германии, мы многому могли бы научиться, но политика сталинского руководства была иной Наоборот, учить немцев жить по-нашему А мы не то, что перенять хорошее Мы в своей среде не могли даже поделиться увиденным Вся система была построена на доносительстве В Германии в сопоставлении с Советским Союзом меня поражало очень многое В промышленности исключительная чистота и порядок в цехах Ни одной лишней вещи Рациональное использование производственных площадей Минимальный управленческий персонал А на некоторых частных предприятиях весь персонал вообще был одной семьей Причем ее члены не только управляли производством, но при необходимости могли сесть за руль грузовика Нам все время говорили, что в капиталистическом обществе человек человеку волк, а рабочие пролетарии рабы Но я видел иное, самые дружеские взаимоотношения хозяина и его рабочих Видели бы вы, как хозяин относится к продукции, выпускаемой его предприятием и к рабочим Хозяин знал всех своих рабочих по именам Знал их семьи Проходя по цеху, с каждым здоровался Не забывал спросить о жене и детях У нас такие руководители исчезли в 30-е годы Мне посчастливилось работать с одним из таких Это был дворянин, инженер Исчез внезапно, в 39-м году Хозяин довольно крупного предприятия, проходя по цеху, старался что-то переложить, если замечал, что лежит не на месте Помогал, если видел, что рабочему тяжело А некоторые, как, например, господин Уляй, при выдаче недельной зарплаты наливали каждому рюмку шнапса Как-то мы узнали, что директор трех предприятий строительной промышленности получает зарплату полтора раза меньше своей уборщицы На наш вопрос, почему так, он ответил, что ему больше не надо Семья из двух человек, и тесть у него богатый, имеет свое предприятие А уборщица одна воспитывает двух детей И здесь я не могу не сделать отступление, чтобы сравнить мораль и закон их, капиталистов, и наши, коммунистические В 1940 году финскую компанию погиб в наших краях глава семьи, колхозник Осталась до вас с тремя детьми Дети опухли с голода Мать, чтобы как-то спасти детей, нарвала на колхозном поле в карман ржаных колосьев За это ее посадили в лагерь на пять лет, а детей отправили в детские дома И это лишь один маленький эпизод из великой трагедии ленинско-сталинской политики строительства коммунизма В сельском хозяйстве Меня поражала разница в отношении к использованию земли немецкими землевладельцами И нашими коллективными хозяйствами, расположенными в средней полосе России, где земли примерно такие же В Германии рожь обычно стояла стеной Не было ни одного сорняка, ни одного огреха Даже участки соседей делились не межой, а только бороздой На полях наших колхозов часто нельзя было понять, что там выращивают А сот или васильки А то, что и вырастало, почти целиком оставалось в поле А с какой тщательностью немецкий крестьянин собирал и использовал навоз Наши же совхозы и колхозы вывозили навоз не на поля, а в болото Чтобы оправдать разрушение национальной промышленности и особенно сельского хозяйства Партийные функционеры, все безобразие пытались объяснить ленью русского мужика Я с этим никак не могу согласиться Мой отец, вернувшись в 1919 году из германского плена За 7-8 лет построил дом и все необходимые в крестьянском хозяйстве постройки Миллиарировал и разработал заросшие кустарником земли Приобрел две лошади, две коровы, овец, свиней Он спал по 2-4 часа в сутки Все отдавал работе Правда, все, что он выращивал У него бесплатно забирало родное государство Семья оставалась лишь мякина, чем мы и питались Кроме того, он всю зиму бесплатно работал на лесозаготовках Или же на строительство дороги В то время эта работа называлась гуштруд То есть трудовая повинность крестьянина и его лошади А во что превратились эти земли за последние 60 лет, страшно сказать Два года тому назад я специально съездил посмотреть место, где я родился Жизнь кончается, родина зовет Дважды, надев резиновые сапоги, я пытался пройти на бывший хутор отца И не прошел Там лес и болото Говорят, что там уже обитает медведь О том, что я увидел в деревне О том, как используются земли О содержании продуктивности совхозного скота Об использовании техники, человеческого труда И о жизни сельских рабочих и пенсионеров Можно написать объемный труд Который не только за рубежом, но и наши горожане Не имеющие контактов с деревней Посчитают за фантастику Культура общения За все время моего короткого пребывания в Нордхаузене Я не припомню ни одного разговора немцев на повышенных тонах или скандала Даже плача детей мы не слышали, хотя дети там были И все такие ухоженные Дети у немцев почему-то не позволяли себе не только копаться в земле Но даже сесть на нее Нас просто поражало непривычно вежливое обращение людей друг к другу Эти их данки и битта Режим жизни и работы Для нас было новинкой, что люди в трамвае или на совещании Вынимали из сумок бутерброда и обедали Мы сами видели, а до этого нам, детям, отец рассказывал, как крестьянин, убирающий высушенное сено Несмотря на то, что приближалась дождевая туча, мог сесть обедать Причем все работали размеренно и спокойно, без излишних движений и усилий Но при этом производительно У нас все было наоборот Тридцатые годы еще встречались старые кадры, воспитанные до революции И привычные к подобному нормальному ритму жизни Но с индустриализацией и коллективизацией Когда крестьянских детей эшелонами увезли на стройки коммунизма И торфоразработки А семьи кулаков в тундру и тайгу Где не было ни жилья, ни хлеба Все приобрело другой характер Но это большая отдельная тема Я уже говорил, что в Германии у бывших наших противников Мы могли бы многому научиться Но кажется, все произошло наоборот Вот только несколько штрихов Через 18 лет после окончания войны Мне выдался случай по туристической путевке посетить ГДР Что я вынес из этой поездки? Люди стали другими Хотелось бы думать, что только малая частица Во время войны, после взятия с боями деревни На второй или третий день Жители уже наводили такой порядок Что как будто здесь и не рвались снаряды А теперь на улицах асфальт был покрыт навозом или сеном А в меже или в поле часто можно было видеть брошенный сельхозинвентарь А в 1946 году я видел, как немецкие рабочие, демонтируя оборудование Совсем нового цементного завода, сделавшего только пробный выпуск продукции Чтобы отправить его в СССР, сбрасывали оборудование с этажей Прямо через оконные проемы Таким образом они учились у наших инженеров, руководивших демонтажом С 1964 года уже прошло 32 года Надеюсь, что особенно в последние 10 лет все изменилось Я рад за немцев, что все так хорошо кончилось Такая силища, столько лет продержав страну под оккупацией, мирно ее покинула Слава Михаилу Сергеевичу Горбачеву за это Санкт-Петербург, 2011 год Прислал Михаил Андреев Конец Читал Олег Лобанов